Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло 29 лет. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Демократической Республики Афганистан. Но память жива, она воскрешает события тех далеких дней. Ежегодно ветераны этой войны собираются почтить память погибших товарищей. Это происходит как на районном, так и на республиканском уровне. Планируем обычно у себя на месте по субботам проводить мероприятия в районе. Стараемся в церкви заказать панихиду по погибшим и умершим нашим однополчанам. И после этого, после панихиды проводим мероприятия у памятника воинам-афганцам, БТР возле университета. После митинга поминальный стол каждый год проводится. В возрасте 18 лет ветераны были призваны в армию. Три месяца проходили особую военную подготовку, без которой воевать в горах было бы невозможно. После самолетом были перенаправлены в Афганистан. Немного страшновато было, честно сказать, потому что нас с мирной жизнью бросили прямо в афганский котел. Ну, три месяца чем занималось наше подразделение. Мы охраняли аэродром и через три месяца после того, как пробыл там, уже начали посылать на операции. Значит, операции проходили с Шинданта на Кандагар по бетонке. И вот сопровождали колонны с грузом, с оружием. Вот это наш маршрут был. Шинданта на Кандагар. Любая война ужасна. Но у Афганской своя специфика. Одно дело, когда враг напал на тебя, на твой дом, и ты должен защищаться. Другое дело, когда ты должен воевать на другой территории. Другой климат, условия, отсутствие сна и питьевой воды сказались на здоровье. Климат, конечно, летом доходил до 60 градусов по Цельсию. Вот жил в Лабаде. Гимнастерку брали, аж выжимали, потому что жара, солнца, деревьев мало. Пустые горы, верблюжья колючка, вот такая из растительности, что было. Очень много болезней там из-за этого климата, жаркого. Многие ребята действительно подали с инфекционными болезнями. Я насчет болезней хочу сказать, что очень много наших ребят, они погибли уже после службы. Потому что там мы практически чистой воды не пили. У нас был отвар от верблюжьей колючки, помните как? И таблеточки у нас были, вот такие ампулы, маленькие таблеточки. И мы когда... Назовалось пантацет. Да, мы когда ходили на операции, вот мог набрать воду даже из лужи и ставил эту таблетку туда. И 15 минут нужно было подождать, и можно было пить, чтобы не отравиться. У нас организмы загрязнялись, и у кого из ребят послабее организмы были, вот те уже, кто там, кто после службы уже гибли от болезней дома. Спать нормально не можешь, потому что один глаз спит, другой должен видеть. Кто-то из молодых заснул, ребята только пришли. Ну, молодой организм, хочется поспать. Он встал на пост, ну, так получилось, что он уснул. Бывало такое, что вырезали целую точку в воду. Советские граждане знали всего ужаса, происходящего в Афганистане. Даже родными и близким не сообщалось ничего. Жив и здоров. Это все, о чем писали служащие в своих письмах. Война продлилась около 10 лет и унесла жизнь 15 тысяч советских солдат. Воевали там, ну, 50 процентов, наверное, иностранцы, подготовленные в Пакистане, в других арабских странах. Наемники. Наемники, да, в основном за деньги воевали там. После каждой операции, ну, несколько человек оставалось. Ну, мы в основном ходили на сопровождение колонн. Ну, так, ну, нарывались на засады кое-когда. Ну, ребята, которые постоянно были, у которых точки находились на переднем крае. Вот мы, у нас была охрана аэродрома, мы, третье кольцо, мы прямо возле аэродрома находились. А было еще второе кольцо и третье кольцо внешнее. Вот кто был на внешнем кольце из ребят, вот тем доставалось больше. У нас, к сожалению, к нашей бригаде целая колонна попала, передрягу всех, их истребили даже, если у них фотографии. Ну, это было в сентябре 86-го года. Война меняла взгляды на жизнь, меняла их характеры, и уже не было тех юношей, призванных в армию. Родные, друзья и знакомые по возвращению видели новых людей с другим мировоззрением. Вот когда мы прибыли в Афганистан, ну, взгляд какой-то у ребят был такой, как-то подростковый. А вот когда уходишь оттуда, я вот домой приехал, мне, мои одноклассники, вот встречаемся, и говорят, у тебя этот взгляд горит, как у волка. Ну, вот эта вот жизнь такая заставляет эти условия, заставляет быть таким, чтобы ты мог выжить, иначе нельзя. Мы взрослели не по дням, а по часам приходилось, потому что жить хотелось. Туда должны были идти профессионалы, может быть, обученная армия, не то, что дети 18-19 лет, которые с трехмесячной подготовкой. Ну, там воевали против нас наемники с опытом, десятилетним опытом. Война воспитала в них людей дисциплинированных, людей, делающих все по совести и справедливости, которые старались так жить и учить других этому. Не люблю, когда как-то несправедливо кто-то поступает. Есть дети, старался воспитывать их, чтобы поступали по справедливости всегда, по-честному, чтобы других не обижать. Потому что у нас, я не знаю, как-то принято, что если был где-то в боевых действиях, что типа человек, он как-то может себя вести агрессивно, как боевик. Но это не так. Это, наоборот, люди, которые прошли боевые действия, никто больше них не пытается сохранить этот мир. Понимаете? Наверное, больше ценим жизнь после этого. Вывод войск был необходим, говорят ветераны. Местные жители уважали советские войска. Ведь они сделали много не только для мира на афганской земле, но и для их лучшей жизни. Вывод нужен был. Но после уже, как смотрим по телевидению, как относятся сегодняшние афганцы к американским войскам и что говорят о русских, значит, один из лидеров бандформирования говорил так, когда уходили русские, я зарезал одного барана. Но я сегодня готов зарезать двух, чтобы они вернулись. Поэтому, сколько русских о себе оставили там, то есть советская армия, они строили заводы, фабрики, школы, детские сады, дороги. Это все осталось там. Поэтому, я думаю, что в основном население относилось к этому хорошо. Жизнь тех лет, опаленных заревом войны, навсегда останутся в сердцах ветеранов. Они начали больше ценить жизнь и понимать, что хуже смерти нет ничего. В жизни любая проблема – это разрешимо, кроме одной смерти. То есть смерть, наверное, уж никак. Эта проблема разрешима. Не сегодня разрешится, то есть завтра. Война научила их многому. Но в первую очередь, что все можно решить мирным путем, не прибегая к оружию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова